здравствуйте халимат ильясовна безмерно рада видеть сегодня у вас у нас гостях вы знаете вот на таких людях как вы держится наша земля потому что вы это сгусток энергии это сгусток позитива это интеллигенция это трудолюбие ну ну все вот в людях вашего поколения это все как-то сложилось я хочу вас спросить помимо того что вы педагог с 56-летним стажем вы основатель прекрасного уникального этнического музея вы автор нескольких книг ну и конечно вы человек публичный в том смысле что вас приезжают снимать вы занимаетесь кулинарией у вас множество хобби множество увлечений я хочу вас спросить откуда где вы берете черпаете эту энергию от призвания что я учитель а кто стал моими сподвижниками это мой отец моя старшая сестра учитель халимат ильясовна вы вероятно стали педагогом потому что ваш папа был известным педагогом мало карачаевском районе да и во всей карачаево-черкесии вы решили пойти по его стопам знаете я все время играла в кук с куклами как учитель я их посажу и с ними играла и тогда мне отец сказал ты станешь учителем дочь моя но он умер очень рано ему было 58 лет но он все время просил меня пойдешь на учителя учиться все время я честно говоря я сначала хотела пойти медицину а потом думаю нет выполни просьбу и завещание своего отца я пошла и и я не жалею если даже в этом году закончила школу я обязательно пошла на учителя я очень люблю детей для меня дети это все школа для меня второй дом мой родной дом в школе я забываю обо всем о болезнях о заботах и все я как только вошла в калитку все уже для меня другого мира не существует понимаете я любого мальчика могу пусть будет вот сопливый какой-нибудь хоть какой я его могу поцеловать обнять я не могу а как только я войду во двор школы вы не представляете я иногда мне кажется почему они так бегут ко мне они бегут уйхар материя бросается иногда подождите вы собьете меня с ног так говорю но это говорит о том что вот они чувствуют близость а я чувствую их близость ко мне а генерал без армии он не генерал поэтому это они меня подняли на это на эту ступень не я если бы они не были такими дети мои которых я учу я бы никогда не достигла никаких высот халимата лясовна можно ли дать какой-то вот наверное рецепт я даже не знаю какое слово подобрать хочу у вас узнать как у человека с огромным жизненным и педагогическим стажем как воспитать достойного человека в основу моего воспитания это человечность вы понимаете я хочу сказать есть у черкесского поэта забыла фамилию и никак не могу вспомнить но я когда вспомню скажу у него есть такое стать сатарье человечность я хочу чтобы из вечного металла отвергая ярость и беспечность учредили бы новые медали с надписью на них за человечность но нет но не хочу чтоб ни разу в жизни ту медаль неправильно не дали а хочу чтобы человек моей чины был был достоин первым той медали поэтому каждый урок и на каждом уроке должен присутствовать слово полном смысле этого слова как памятник как сталь это человечность если ты сможешь воспитать в нем человечность а из него выйдет хороший человек понимаете и во первых у нас есть пословица такая укорочается птенец что видит в гнезде то делает в полете понимаете конечно среда семейная среда тоже является гнездом человечность и общество вы автор нескольких книг я знаю что одну из самых красочных больших книг вы посвятили памяти своей мамы ваша мама была прекрасным искусственным кулинаром действительно и много мы слышали теплых слов о вашей маме и от вас от других людей остальные книги тоже кому-то были посвящены я маленькая была все время а моя маму везде везде сюда приглашали на всякие торжества она была искусственным мастером поваром она прекрасно готовила у нее была такая слава где это она где это она я это все видела я как все время за ней ходила и все это видела понимаете и для меня вот это было удивительно я думала на сказку создает когда готовит понимаете и для меня это было сказочно конечно ну и со временем когда уже я стала такая и мамы уже не было я все-таки решила надо отдать должное матери и такие женщины как моя мама они же создали живую книгу как готовить наши прекрасные карачаевские блюда понимаете поэтому ну я поэтому посвятила ей эту книгу которая воспитала 12 детей почему 12 вы можете задать вам не вопрос а я хочу вам сказать что нас восемь человек шесть девочек и двое ребят ну мамы два брата погибли на фронте а жены во время переселения умерли от голода я у них осталось по двое детей по два ладно ладно у одной две девочки у другой мальчик и девочка мы жили в карбалте в киргизии они жили в другом месте и как-то цыганская почта донесла до матери до моих родителей что дети брошены вот они они очень сильно переживали и ночью по степям они все таки пошли туда искали нашли их я очень горжусь своими родителями для моих родителей чужих детей него не было поэтому мы тоже приняли их как родных я пока не стала взрослой я не понимала я не думала что они чужие но не чужие что они двоюродные мне я не понимала только потом я поняла узнала что они нам двоюродные они были нам родные и в первую очередь мама с папой всегда их угощали всегда им первые покупали вещи понимаете вот так но конечно я не могу не спросить у вас про ваш музей созданы вашими руками каждый экспонат в этом музее он уникален и вы неоднократно становились победителями в различных конкурсов как вообще идея появилась создание этого музея спасибо что задали этот вопрос вы знаете в 1985 году была аттестация тогда кабинетов аттестации было у меня кабинет был родного языка и литературы и хапаев а дыме баталович заведующие районным отделом народного образования пришел и говорит ну халимат ильясовна да вы кабинет конечно прекрасно сделали создали он отлично спасибо вам за это а вот так хочу сказать что вот при вашей такой подвижнической работе и при вашей энергии и при вашей способности почему вы не можете создать музей в селе ведь в селе у вас никакого развлекательного ничего нет для детей и привлекательного ничего нет вот тогда мне стыдно стало я сказала адмир баталович дайте мне месяц сороку я вам дам музей а он тогда сказал альмата лесовна никогда не имейте привычку пока не сделаешь никогда и добавь слова а он был моим первым директором адмир баталович а я сказал а вы а вы проверьте мне я сказала я прошла на пролом пошла пошла я я лазила по всем чердакам с детьми и как каждый двор заходила и в каждом дворе говорили ой дочь моего любимого учителя ильяса ясуповича он меня учил и тогда да пожалуйста только на чердаке вот я с ними на себе таскали все вот так в 1985 году закрыли два окна в коридоре попросили попросила там пригласила человека он закрыл и начали выставлять свои экспонаты вы знаете я каждый экспонат на руки держала прямо и целовала я радовалась каждому экспонату и от всевышнего просила адмир баталовича здоровья что он меня натолкнул на это это оказывается хобби было мое я просто никто просто никто меня на не натолкнул на это а потом когда я уже все сделала я пошла ровно через месяц создала все там все подготовила экскурсоводов и так далее пошла зашла и сказал адмир баталович я вас очень прошу я знаю что у вас много работы но придется оставить на время это поедем со мной на открытие откройте музей открытие что его на открытие живой как это так ну я же вам обещала за месяц ну тогда мы с ним приехали и вот он пришел открыл открыт на открытие а я же пригласила первую пенирожатую той школы первого учителя известного рука известные рукодельницы и мастера по массажу и так далее старых этих времен он все посмотрел все сделать дайте руку я дала ты наверно родилась когда мужчина родились молодец и он обнял меня как отец халимат ильясовна у кого как не у вас спросить совета что нужно знать людям которые вот сейчас идут в педагогику идти с душой с открытой душой с любовью в сердце и знать что это их выбранный их путь он только принесет удачу только вперед и назад не шагу любить детей мой отец сказал так прежде чем учить надо любить детей знаете я вам сейчас скажу самое интересное когда я закончила институт пришла в школу работать у меня не получались уроки я не знала уже что делать но не получается и все потом пришла домой и сказала матери мама пойду хоть куда работать только не в школу у меня уроки не получается из меня учителя не будет тогда мама сказала если бы отец твой жив был бы он бы тебя сам бы объяснил что эта профессия назад дороги не дает уже все она погладила мою голову взяла мою руку и говорит доченька моя послушай я никого не пустила на учебу пять лет очно ты одна у меня училась спасибо что ты так училась хорошо и не опозорила меня а теперь работаешь запомни раз и навсегда вот это твоя рука вот эта ладонь вот это вот это это ты а вот эти пальцы вот эти пальцы это твои дети которых ты учишь и вот сколько дашь тепло этим пальцем так и да так и ты будешь цениться как настоящий учитель я благодарю вас за участие в нашей программе я желаю вам по-прежнему быть такой же энергичной крепкого здоровья долголетия и конечно творческих успехов вам спасибо вам